А нет, это не легендарный сундук, ребята. Это эпический сундук, здесь легендарного нету, да ладно? Вы прикиньте, лазерная пасть, это последние боссы, здесь нету ни повелителя, ни созерцателя, ни ушки, более тарантула. Вот это крутяк! Ребятушки, всем здарова с вами, и конечно же, как всегда, Артимен, и мы с вами в игре Хиллсов Стилл, версия 2.6. Да, ребята, в прошлый раз мы были с вами в версии 3.2, но теперь версия 2.6. Есть, и здесь у нас, ребята, вот такой вот интересный ангар. Ну, прежде всего, смотрите, какая здесь менюшка. Здесь Б1-1, 2 на 2, естественно, Лига Испытаний присутствует, Приключения и Режим Классики. Ну, в целом, все, по-моему, как и в предыдущей, ребята, с вами версии у нас вроде как было. Вот, но в то же время, хотя нет, в предыдущей версии менюшка была чуть другая. Ну, так вот, ребятушки, здесь у нас самый последний танк, это Арахнит. Арахнит, прикиньте, ребята, самым крайним танчиком был Арахнит, то есть нету легендарного Скорпиона. Мамонт и Арахнит, три, и нет, смотрите, у нас Тесла, Мамонт и Арахнит, три эпических танчика, все, других нету. Из редких, ребята, у нас в этой практической версии, можно сказать, появился здесь танчик Атлас. У нас здесь раз, два, три, три, ребята, редких танков всего-то на все в игре. Из обычных, раз, два, три, четыре, ребята, обычных танков нету, баллисты. Ну, короче, вот такие вот дела. Прикол, конечно, ребята. То есть, получается, у нас в игре здесь всего-то где-то 11 танчиков. Ну, в общем, вот такая интересная штучка. Их всех можно, ребята, открывать также за кемасики. Причем, открыть Мамонта стоит дороже, чем открыть Арахнита. Это очень странно, ребята, учитывая, что Арахнит здесь последний танк. И, конечно же, здесь у нас также присутствуют, ребята, кейсики. Смотрите-ка, предложения есть и есть кейсики. И они здесь еще более по-другому выглядят. Ну, то есть, кейсы-то в целом примерно такие же, как и у нас. Там были долгое время. Но оформление их тут другое. Тут, кстати, тоже есть менюшка сундуков. И показаны шансы, с каким процентом у нас будут выпадать здесь с вами, ребята, всякие различные танчики. Так, ну что, давайте, кстати, начнем с кейсов. И смотрите, у легендарного сундука, ребята, при открытии эпический фон. Эпический фон. И вот так вот происходит, когда выпадает обычный танчик. Вот такая вот, ребята, у нас старая анимация. Капец, это даже старая, ребята, иконка легендарного сундука. Старый фон, ребята. Старые иконки танчиков. Кард даже танчиков, которые здесь выпадают. Прикольно. Но открывать это, на самом деле, очень интересно. Открываю уже третий сундук легендарный. И мне до сих пор не выпал новый танк. Ну, в смысле, да, точнее, мне сначала выпал Джокер, но больше ничего не выпало. Да ладно. У нас сейчас с вами, ребята, на легендарном сундуке выпадает на каждом, ребята, открытии какой-либо сундук. Точнее, какой-либо танк. А здесь вообще, смотрите, уже пятый или шестой открываю, и мне ничего нового не выпадает. В смысле, да какие тут шансы? На эпические танки шанс 12%. На редкие 38%, на обычные 50%. И чё, где? Или это на карты шансы? Походу, это, ребята, шансы на карты, а какие шансы на танки, вообще неизвестно. Здесь указаны только шансы на карточки танков. Ну, короче, ребят, я уже открываю, походу, седьмой легендарный сундук, и мне до сих пор не выпадает. Да где, в смысле, мои новые танки? Я их чё, должен все открывать за гемасики, что ли? Ну, на самом деле, таким образом, конечно же, легче открыть, ребята, за гемасики. Но обратите внимание, здесь легендарный сундук стоит 120 гемов. А нет, это не легендарный сундук, ребята. Это эпический сундук, здесь легендарного нету, да ладно? В этой версии нет легендарного. Просто я привык, ребята, что золотой сундук у нас был легендарный. А здесь он у нас эпический, но он написан, да, смотрите, у нас обычный, редкий и эпический за 120 гемов. У нас всегда, ребята, эпический сундук был 120 гемов. А легендарный стоил 500, поэтому это эпик сундук, ребята Ну да, значит от него, ребята, нет смысла требовать чего-то большего Это у нас эпический сундук Ну вот выпадает, ребята, редкий танчик Выпала Катюша Короче, это эпик сундук, ребята, со скином легендарного Вот так вот, ребята, у нас раньше в игре выглядел эпический сундучок Вот такие были дела Так, ну ладно, это последний, больше я открывать не буду Понятно, что там все это дело выпадает К сожалению, в боях 1 на 1 и 2 на 2 я сыграть не смогу Потому что соединения с сервером в этой версии у нас, ребятушки, нет И во всех более старых их тоже вообще не будет Даже если вы под своим гугл аккаунтом зайдете Поэтому, ребятушки, абсолютно никак Ну что, давайте купим, собственно Покупаю Титана Вот так вот он у нас открывается Анимация, открытие, получение танка Все, смотрите-ка, присутствует Все как надо, жнец Вот он у нас, редкий танчик Атлас у нас тоже, соответственно, редкий Эпическая Тесла, вот она Эпический Мамонт Получаем его тоже И эпический Арахнид, ребята Здесь это самый топовый танчик Ну что, покупаю на него, конечно же, давайте скинчики И, соответственно, я бы его еще вкачал, ребята На максимальный левел Но для этого, походу, тоже надо открыть сундуки Короче, ребятушки, пооткрывал я какое-то время эти эпические сундуки Но так как это, ребята, эпические сундуки Из них очень редко выпадают нужные детальки И выпадает их всего по 20-30 штучек Поэтому, ребята, упарываться на 15-й уровень я не буду Прокачиваю Арахниды до 6-го левела Мне кажется, этого хватит У нас плюс тут есть имбовые наши усилители, ребята На авиаудар И, короче, погнали в режим приключения Который был здесь на тот момент Первого уровня, ребята, режим приключения Посмотрим, что у нас здесь будет Вот оно, нарахнидик Вот так, ребята, это все веселье выглядело у нас раньше Посмотрите на это, блин, крутяк Очень круто, вы реально посмотрите Еще и он так снаряды, конечно, странно пускает Да, ребята, анимации здесь старые Здесь будут старые все противники Старые эти все модельки, старые скины Естественно, ребята, все здесь у нас старенькое А где противники? Алло Я уже сколько прошел? Вот, наконец-то, ребята, хотя бы Первый противник у меня выехал Это режим приключения по уровням Который у нас сейчас очень сложный Особенно, если ты повышаешься Дальше десятого уровня все это дело проходишь То становится уже капец как невыносимо, ребята, тяжело Ну и вот, собственно, арахнид здесь Это самый-самый топовый танк Нету вообще ни одной легендарки Вы просто, ребята, прикиньте Такая версия Хиллс оф Стилл Где просто нету ни одного легендарного танка Это же просто обалдеть, ребята И здесь против меня попадается армада Так, ладненько, мы с этим боссом сейчас справимся Ну, на первом уровне с ней сражаться Конечно, ребята, достаточно легко Я бы сказал, что достаточно даже, ребята, очень-очень просто Так, ну чё, босс побежден у нас Собственно, нам после уровня дают Так же, как мы и привыкли с вами, ребята, монетки Повышается звание, рекорды и всё такое То есть, короче, мы, по сути, прошли с вами Вот нам дали одну звёздочку Первый уровень остаётся, но начинается, по сути, другая карта Так, сладненько, это понятно А в классическом режиме у нас присутствует, естественно, схватка с боссами Давайте отправимся на эту схватку Я бы, ребята, отправился, наверное, на нашу мамонти Так, давайте его тоже вкачаем Он у меня будет седьмого уровня Потому что больше просто нету Так, Санук, давайте-ка попробуем здесь ещё взять Да, давайте авиаудар А то я его вообще забыл применить И погнали, ребята, на мамонти У меня попалась именно пустынная карта Кстати, смотрите, как раньше пустынная карта выглядела Сейчас же, аж она реально по-другому выглядит Ну, то есть, фон, по-моему, другой задний Так, ну чё, нормальненько Да, конечно, здесь, ребята, в этих версиях всё, так будто, вы знаете, подлагивает игры Потому что в 30 фпс Игра здесь в 30 фпс, 60 фпс ещё не было Поэтому прямо видно, прямо видно, ребята, что здесь всё по-другому Капец, реально будто бы лагает Хотя я играю на современном, блин, смартфоне Всё отлично Второй босс армада у нас побеждён Давайте посмотрим, кстати, сколько боссов было здесь в этой версии Hills of Steel Мне кажется, это тоже очень интересно Мне кажется, что здесь последний босс, возможно, будет даже повелитель, мне кажется Или лазерная пасть вообще Нет, здесь, наверное, повелитель Посмотрим, короче Так, ну-ка, легион у нас, блин, он застрял и не даёт мне проехать Они сейчас, ребята, боссы у нас более другие Они едут назад и так далее А эти боссы упертые просто на тебя прут и всё При том стреляют вообще непонятно куда То в небо, то ещё куда-то Так, ребят, следующий босс у нас Кнут Отлично, давайте с ним сразимся Бамс, отлично Нормально, нормально, на тебе ещё Просто три удара, ребята Это при том, что у меня пока что Мамонт не прокачан на максимальный левел Он где-то с шестого или какого-то седьмого левела у меня сейчас Мамонт Чё-то я забыл, какого точно Ну, короче, ребята, Мамонт у меня здесь далеко не топового уровня Но при этом, смотрите-ка, играется Он очень, ребята, добротно Очень хорошо Так, у нас босс гонят сада Бамс, отлично Блин, какая же, ребята, жесть настольджи Какая же настольджи Реально, ностальгия Просто тупо ностальгия Я ещё с прошлой версией офигел А тут ещё, ребята, более старая версия Где нет ни скорпионов, ничего вообще нет Офигеть Так, ну чё, продолжаем, ребята Дальше у нас босс-бомордерчик будет Такс, ладно Бам тебе, отлично Блин, он тут какой-то вообще бешеный Капец, пуляет своими бомбами Ну, кстати, достаточно простой Тоже, ребят, смотрите-ка Три выстрела Ну, понятно, это у нас первая волна Вот прикиньте, да, бомбардир, ребята Раньше у нас всегда был такой Ему надо было совсем немного попаданий Чтобы его победить Сейчас это реально капец Какой сложный босс, ребята В наших последних версиях Хиллсу стил Это реально сложный, сильный босяра Здесь же раньше он был реально Достаточно простым Так, ну чё, лазерная пасть Давайте пустим на неё авиаудар А ну-ка, получай На... Вот, смотрите, ребята Авиаудар, сколько хп-шек снял Причём это авиаудар Капец, практически непрокаченный И такое большое количество хп-шек Это, конечно, очень круто Кстати, да Ой-ой-ой, уходим-уходим Она нас сейчас победит Это лазерная пасть Уходим аккуратненько Урон наносится, ребята Тоже добротный Как вы видите При попадании в лазерную пасть Даже на не сильно прокачиваемой Мамонте Я получаю Очень хороший урон По этому боссу И да, ребята Лазерная пасть Это здесь последний босс Офигеть Вы прикиньте Лазерная пасть Это последний босс И здесь нету Ни поверителя Ни созерцателя Нюшки более тарантула Вот это крутяк, ребята Вот этого я не знал Так, снулайненько, ребята Режим против боссов Мы с вами попробовали Давайте отправимся в классику Давайте отправимся на какую-нибудь Либо крушитель луны Либо патруль джунглей Где мы ещё с вами, ребята, не были Мне кажется, мы с вами не были На зимней войне Давайте туда зайдём Собственно, я хочу взять Какой-нибудь ещё один танчик На котором мы с вами раньше не катали А давайте-ка Возьмём, ребята Либо Титана Либо Джокера Кого брать, мужики? Вот честно, не знаю Но давайте возьмём Джокера Всё-таки это был самый скорострельный танк Он у меня, кстати, тут 15-го левела Будет отлично Давайте попробуем На что был способен, ребята, Джокер Где-то 4 года назад Даже 4,5, наверное, года назад Это ещё более старая версия Блин, зимняя карта, конечно, здесь тоже выглядит По-другому Но стреляет, ребята, Джокер Так же быстренько Смотрите-ка Но, правда, не знаю По-моему, современный Джокер Стреляет ещё быстрее Если я не ошибаюсь Этот как-то будто бы помедленнее Или, мне кажется, я просто уже привык К этим бустерам На увеличение скорострельности На всякие двойные пули и так далее Здесь никаких бустеров нету Ничего нету Модельки танков Старые скины Старые Всё вообще здесь старое Но при этом, смотрите, Джокер, конечно, тоже очень крут И выглядит он реально, ребята, круто Блин, ну тут такие, конечно, противники Они тоже Какие-то сумасшедшие вообще армады Блин, мы в это всё, ребята, раньше играли Помню, на многих телефонах Тогда хилсу стил реально тормозило То есть сейчас у неё видно Что у игры стоит ограничение на 30 фпс Но тогда у нас реально лагало У нас было и меньше тридцатки Потому что игра реально сжирала много ресурсов Босса я вообще супер легко, ребята Победил на этом уровне Очень лёгким оказался босс Почему-то прям супер лёгким Ладно, на Джокере сыграли Давайте ещё на чём-нибудь с вами сыграем Естественно Лига испытаний нам недоступна Но она, кстати, здесь и есть Здесь нету ещё, конечно же, кланов Как вы понимаете, она появляется в версии 3.2 Такс, ну и чё, собственно Давайте возьмём Титана Как я и хотел, ребята Мы его с вами ещё не испытывали Заодно повышаем его на 13-й левел У меня здесь только Титан 13-го уровня Окей И давайте пойдём в классику Давайте всё-таки отправимся, наверное, в Крушитель Луны Почему бы и нет на Титане Погнали, собственно Такс, вот так вот выглядит этот Туринг Кстати, реально классно выглядит Очень прикольно По-моему, сейчас он, конечно, у нас тоже по-другому выглядит Но Титанчик реально, кстати, почти не поменялся Да, здесь старая моделька танка Но, смотрите-ка Он до сих пор суперсильный Просто с одной пульки, ребята, всех убивает Просто Титан здесь убивает всех с одной пули Офигеть Очень круто Такс, ну чё, даже, ребята, маленькую эту лазерную пасть Тоже сразу выносим Здесь, кстати, походу, босс будет лазерная пасть Да, судя по всему, ребята Так как здесь, в этой версии, лазерная пасть Это самый последний босс То, естественно, ребятушки Здесь она нам и попадётся на этой карте, ребята В этой версии, конечно, удивительно видеть Что лазерная пасть последний босс Интересно тогда, в какой добавили Повелители и Созерцатели Я вот этого забыл Но, походу, добавили их Очень даже рядом, судя по всему Потому что в версии это 2.6 А 3.2 Это уже, по сути, с двумя новыми боссами Вот такие вот дела Так, а попадается, кстати, босс Эликеон Да ладно, почему? Я думал, ребят, против меня попадётся здесь лазерная пасть Но она чего-то не решила сюда выходить Просто два попадания от Титана И босс побеждён Блин, ну круто Видали, да, как раньше, ребята, наши танчики Особенно прокачиваемые Как они всё нагибали, ребята Особенно в сражении против боссов Здесь, в этой версии, играть в сражении против боссов Гораздо легче, чем играть сейчас В нашей современной, ребята, версии Хилс оф стил Вот такие вот интересные у нас получаются с вами дела Так, ну чё, давайте с вами отправимся, наверное, на Тесле Ещё прокатимся, соответственно Повышая её тоже, насколько тут можно Авиаудар повышаем И погнали, ребята Это у нас, получается, режим приключения По уровням, которое Так, ну чё, погнали, собственно Зимняя карта Вот она у нас снова вновь здесь Такс, 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 такс Погодите-ка Давай, 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 Тесла Насколько она была хороша, ребята И она очень хороша Сразу три танка намажет Первому танку наносит самый большой урон Второму поменьше А третий ещё более мелкий дамаг Блин, ну выглядит это всё очень круто, мужики Реально очень-очень круто Очень весело Мне реально тут нравится Бам, стакс И всё, я уже дошёл до босса Ну да, конечно же, ребята Это самый первый лёгкий уровень Который у нас сейчас, ребята В современной версии считается Супер лёгкий уровень А здесь до кошмарки Идти тоже нужно И тоже долго Такс, ну чё, вот, собственно У нас сражение с боссом Авиаудар бросаю Две, просто Две, ребята Штучки попали на босса И сразу он уничтожен Авиаудар Раньше был Супер Эмбой Я вам об этом говорил много раз Сейчас из него сделали Реально слабенький, ребята Слабенький бустер Но раньше это была, ребята Реально Супер Эмба И ещё мы с вами, ребята В прошлом ролике Не играли, по-моему На Катюше Если я не ошибаюсь Давайте сыграем ещё на ней Она здесь у нас так и называется Соответственно Катюша Ну и погнали, ребят Посмотрим, что у нас здесь может Катюша в этой версии Один, точнее, блин Не один Два, точка шесть И глянем, ребята Что у нас получается Такс, 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 такс Аккуратненько Так, я не вижу Где у него хпшки Отлично Кстати, попалась, ребята Пустынная карта Здесь у нас будут ещё вертолёты Ну, Катюша здесь стреляла Вообще по-другому Смотрите У неё ракеты летят Гораздо дальше Чем сейчас, ребята У нашей современной Катюши Я даже здесь не могу Нормального врага попасть Смотрите Который передо мной находится Просто тупо Ракеты не опускаются Это капец, конечно, ребята Реально, смотрите Просто не опускается И как мне в него попадать Я могу его переехать Давай, давай, давай О, отлично Ха-ха Замечательно, ребят В этой версии Можно просто переехать Противника Надеюсь Это не собьёт Или собьёт, ребята Это, походу, сбило Чё? Я теперь не дойду до босса Вы чё, серьёзно, что ли? Ха-ха А нет, вот Заспавнился Заспавнился Погоди, Кнутик Бам Всё отлично, ребят Всё-таки заспавнился Нужный последний противник И вновь босс-легион Блин, я надеялся Ребята, что всё-таки Я сейчас буду сражаться С лазерной пастью Но она мне здесь К сожалению, не попалась Вот так вот Супер легко На Катюше прохожу Этого босса Ну, конечно, ребята Играть на прокачиваемых танках Здесь было очень легко И достаточно просто Плюс также, ребята Вот формятся у нас Снизу сундучки Вся эта система Присутствует Вот так же можно открывать Внезапно попадается Редкий сундук Ну, класс, ребята Очень классно За ПВП И за режим приключения Сундуки присутствуют Как это было у нас Долгое время Вот такая вот, ребятушки Версия 2.6 Последний танчик Я вам напоминаю Это эпический арахнит Кто играл в эту версию Кто её помнит Напишите в комментариях Ну, а если тебе понравился Этот ролик Посмотри предыдущий ролик Как я играл в версию 3.2 Где максимальным танком Был легендарный скорпион Там тоже было очень круто С вами был Артемен Всем до новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok